Ну и фразу «борьба с коррупцией» в последнее время говорят уж очень часто, к месту и не к месту, но судя по происходящему, эти слова еще долго могут быть только мантрой. Далее, человек, который создал движение за очищение от коррупции, Михаил Саакашвили, к нам присоединяется. Михаил, вечер добрый. Вы знаете, я не буду вас спрашивать о всяческих коррупционных скандалах. Времени мало, практически час заканчивается. У меня один короткий, важный вопрос, который я задаю сегодня всем политикам. Как вы оцениваете то, что произошло в парламенте на этой неделе? Вот депутаты три недели теперь не будут работать. Чего ждать? И ожидать ли распуска парламента, ожидать ли новых выборов? Ваши прогнозы, пожалуйста. Они сейчас ушли, рада, на три недели в отпуск. Они, видимо, считают, что за это время стерпится, слюбится, люди забудут. И потом, как обычно, вернутся. Что сейчас, время в отпуск уходить? И что они думают этим, там, если себя голову прятать в песок, то от этого, что вокруг что-то изменится? Я считаю, что ситуация будет ускоряться. И она будет вне контроля парламентских процессов. Потому что парламентский процесс вышел вне контроля общенародных процессов. Раз парламент стал независимым от народа, народ тоже будет независимым от парламента. Это обычные правила политической игры. Но это, конечно, некрасивая ситуация. Некрасивая ситуация, в том числе, для многих моих друзей внутри БПП. И эти друзья не просто, там, наши журналисты, депутаты, как члены нашего антикоррупционного движения, как Мустафа, там, или Сергей Лещенко, или Света Залищук. Нет, это гораздо больше много интересов депутатов там. И я чувствую, я знаю, что у них большой дискомфорт, связанный с этой ситуацией. Спасибо большое, что к нам присоединились. Вынужден вас прервать. Таковы законы жанра. Мы должны сейчас уйти на рекламу, чтобы вернуться ровно в 9 вечера и поговорить о том важном, что происходит в стране.